Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 6 июля, четверг и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение коррекционного нисходящего движения. Вчера доходили до минимальных отметок в области 1.13.13. Напомню, пара корректируется к уровню сопротивления, который мы отмечали на более крупном таймфрейме. И если говорить о продолжении покупок, то здесь как минимум нужно увидеть уход выше максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.13.69. Закрепление выше этого уровня уже откроет предпосылки на дальнейшее восходящее движение по паре евро-доллар в область 1.14.50-1.15. А пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Ближайший уровень находится в области максимальных значений вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.29.47. Точно так же, как и с евро, закрепление выше данного уровня уже откроет предпосылки для покупок по данному активу. А пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован вчера. А отметка 76.32. Преодоление данного уровня уже откроет предпосылки для покупок по данной паре и движения в области 75.10. Пара американский доллар, японская иена вчера обновила локальные максимумы. На текущий момент мы видим уровень поддержки в области 112.80. И именно уход ниже данного уровня в рамках часового таймфрейма уже откроет дорогу на дальнейшее снижение пары американский доллар, японская иена. Напомню, основная тенденция на текущий момент сохраняется на ослабление. Пара американский доллар, канадский доллар вчера торговалась вблизи минимальных значений, но локальный минимум обновить не смогли. Минимум, который был 4 июля, вчера вернулись в область 1.30.11. И на текущий момент, если опять же говорить о покупках, то есть о коррекционном движении по данной паре, то необходимо увидеть уход выше отметки 1.30.12. И уже после завершения коррекционного восходящего движения вновь искать ситуацию для продаж. Пара евро-фунт. Опять же, волатильность низкая сохраняется по данному инструменту, так как евро-доллар и британский фунт-доллар двигаются практически в одном направлении. Но, тем не менее, сегодня с утра мы видим уже попытки уйти ниже минимальных значений 86.62, тех минимумов, которые были зафиксированы вчера. Была попытка уйти выше 87.89, но мы этого не увидели. Фактически, одной свечой мы пробили, а следующие уже вернулись в тот диапазон, который сохранялся последние три дня. Поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции наиболее вероятным остается снижение пары евро-фунт. По золоту вчера обновили локальный минимум, доходили до отметки 1.217 долларов за тройскую унцию. Если говорить, опять же, о покупках, о начале коррекционного восходящего движения, то здесь необходимо увидеть уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1.228 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера уходит ниже минимальных значений 4 июля, пробивает это значение. И на текущий момент мы видим краткосрочные нисходящие движения по нефти марки Brent. Если говорить о продолжении покупок, то ближайший уровень находится в области максимальных значений о вчерашней торговой сессии. Это отметка 49.63. По индексу DAX мы видим продолжение коррекционного восходящего движения. И вчера доходили до максимальных значений в области 12.498. DAX корректируется. Если говорить о следующем импульсе на продажу, то здесь необходимо увидеть обновление минимумов, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 12.400. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Если вам оно понравилось, если вы находитесь его полезным, то ставьте лайк. И увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok